Музыка Характер – это психические свойства личности, определяющие поведение человека, которые выражают его отношение к окружающему миру, труду, самому себе. Биографии Людвига ван Бетховена писались в эпоху романтизма. В них отразилось типичное для этого течение понимание личности художника. Одинокий, непонятый, нищий гений-страдалец. Он же не сломленный борец, даже на смертном адре, грозивший судьбе кулаком. Да и сам композитор поддерживал подобный имидж. Обратимся к его дневникам, записным книжкам и разговорным тетрадям. Вся жизнь должна быть принесена в жертву искусству и служить ему святилищем. Или смелее, несмотря на телесную немощь, гений мой восторжествует. Или всем известное, я схвачу судьбу за глотку. На всех картинах композитор предстает в глубокой задумчивости. Один с растрепанной шевелюрой. Будь он за инструментом, на прогулке или в иной обстановке. Он одинок, погружен в себя или в такие сферы, которые недоступны простым смертным. Юлиус Банедикт, видевший Бетховена в процессе творчества, писал, Мускулы лица напрягались, вены вздувались, Нистовый взор становился подлинно грозным, губы дрожали. Он был похож на мага, которого побороли демоны, им самим вызванные. Особой мягкостью композитор не отличался. Он был резок, вспыльчив и агрессивен. Говорят, что однажды во время его концерта кто-то из кавалеров заговорил со своей дамой. Так Бетховен резко прекратил играть и заявил, что таким свиньям он играть не будет. Как его не уговаривали, как не упрашивали и не просили у него прощения, ничего не помогло. Но мы остановимся на других, менее популяризированных чертах характера гения. Он был довольно добрым человеком. Вот, например, что он пишет своему бонскому другу, доктору Вегелеру. Ни один из моих друзей не должен нуждаться, пока у меня есть на кусок хлеба. Если кошелек мой пуст, я не в силах помочь тот час же. Ну что ж, мне стоит только сесть за стол и взяться за работу, и довольно скоро я помогу ему выбраться из беды. Но слов мало. Именно он финансово помогал вдове Иоганна Себастьяна Баха, Анне Магдалене, влачившей нищенское существование. Ромен Ролан так описывает распорядок дня Бетховена. Вставал он обыкновенно с рассветом, и тот час садился за письменный стол. До двух или трех часов дня он обыкновенно работал с двумя-тремя перерывами по одному часу, когда выходил, несмотря на погоду, пройтись по городу. Затем отправлялся в ближайший ресторан. Прежде чем заказать себе обед, выпивал стакан местного вина, справлялся об излюбленных им рыбных блюдах и супах, пробуя иногда последнее, к великой досаде ресторатора. К обеду он постоянно старался зазвать нескольких приятелей, так как после восьми-девяти часов, проведенных в одиночестве, испытывал потребность в развлечении за обеденным столом. После обеда композитор охотно гулял, а в свободные от концертов и приглашений вечера проводил у себя за чтением книг. Композицию он в это время редко занимался, и старался не позже десяти часов вечера быть уже в постели. Как это соотносится с нелюдимостью и одиночеством? За что же друзья прощали ему резкость, а порой и грубость? Может, вот за это? Скрипачик Нас Шупанцек, которому Бетховен за полноту дал прозвище Милорд Фальстаф, основал первый профессиональный струнный квартет в Европе. По случаю возвращения Игнаца из России, Бетховен сочинил вот этот канон. Фальстафчик, дай себя увидеть! Фальстафчик, дай себя увидеть! Фальстафчик, дай себя увидеть! Позже ансамбль Шупанцека первым исполнил многие из последних квартетов композитора. У Бетховена был особый дар переводить реальность в музыкальный контекст, и в шутку, и всерьез. Вот, к примеру, трехголосный канон, текст которого по-русски звучит так. Господин граф, я пришел спросить, как ваше самочувствие? Господин граф, я пришел спросить, как ваше самочувствие, как ваше самочувствие. Господин граф, я пришел спросить! Субтитры подогнал «Симон» 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 Бетховен любой инцидент мог превратить в музыку Всем известно, что Бетховен был человеком прижимистым, в отличие от Моссарта, деньги умел считать И все прекрасно знают его полная огня ронда капричиоза «Ярость из-за потерянного гроша» 1795 года А вот так выглядит радость по поводу обретенных денег Пятиголосный канон, в котором прямо-таки сыплются монетки Вот это прибыльное дело Субтитры подогнал «Симон» Когда какой-то богатый любитель музыки в Вене пропустив премьеру Исполнения квартета Бетховена хвостливо заметил, что он всегда может послушать это произведение в своем доме, заняв ноту у Бетховена Бетховен ответил ему, что он должен будет заплатить 50 гульденов в возмещении убытков Несколько обескураженный господин ответил, пусть будет так На что Бетховен громко засмеялся и сочинил шутливый канон на текст «Так должно быть, да-да, кошелек сюда» И этот мотив послужил юмористической основой для финала последнего скрипичного квартета Название которого следующее С трудом принятое решение «Так должно быть, так должно быть» Удивительно, но эти слова, случайные в устах собеседника, не раз выражали глубинные философские мысли композитора А в данном контексте финал последнего бетховенского квартета искрится гайденовским юмором Сопоставление несопоставимого Сопоставление несопоставления Сопоставление несопоставления Сопоставление несопоставления Сопоставление несопоставления Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон 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 Готлап Нефи Он был всесторонне эрудированным человеком и очень хорошим педагогом Именно под его руководством Людвиг достигает первых композиторских и пианистических успехов В Бонне начинают хвалить его игру Осенью 1791 года Известный в то время музыкальный критик Карл Людвиг Юнкер назвал его величайшим пианистом «Этот молчаливый человек», писал он о Бетховене, «поражает импровизациями на заданную тему». По сравнению со знаменитым пианистом Аббатом Фоглером Бетховен играет не только технические совершения, но и более значительно, выразительно, более говорящая его игра сердечнее. Игра Бетховена сильно отличается от общепринятой и создается представление, что он идет по совершенно самостоятельному пути. В детстве Людвиг играл на тихих певучих клавикордах. Извлечение звука на таком инструменте происходит, когда стволики пера щиплют струны. Субтитры создавал DimaTorzok Молоточковые фортепиано появились в Бонне с 1787 года. В этом же году Бетховен получил в дар от графа Фердинанда Вальдштейна молоточковое крыловидное фортепиано Флигель. Но Бетховен тонкостями клавирной техники мало интересовался, а профессиональных пианистов недолюбливал. Эта неприязнь сохранилась у него до конца дней. В 1792 году 22-летний композитор отправился покорять Вену. Он ехал совершенствоваться в теории композиции под руководством Йозефа Гайдена. Думал также заняться игрой на скрипке. Он совсем не предполагал, что его ждет слава концертирующего пианиста-виртуоза. Но именно блестящие фортепиано-импровизации обеспечили ему свободный вход в любые музыкальные собрания. Благодаря им композитор обратил на себя внимание влиятельных меценатов, таких как, например, ученик Моцарта князь Карл Лихновский. Композитор предпочитал играть на малоточковых фортепиано, Штейна, Вальтера, этого рода флигеля он предпочитал прочим, Эрара, Графа и Бродвуда. В 1796 году на заре своей фиртуозной карьеры Бетхоин писал фортепианову мастеру Штрейхеру. С точки зрения исполнительского искусства фортепиано остается пока наименее культивированным из всех музыкальных инструментов. Он не согласен с теми, кто слышит в звуке фортепиано только арфы и утверждает, фортепиано может и петь, если играющий способен чувствовать. Он убежден, что вскоре арфы и фортепиано станут представлять собой два совершенно различных инструмента. Его новаторские идеи сказались на последующем усовершенствовании фортепиано. Лучшие мастера стремились преодолеть слишком быстрое угасание звука, сделать его протяженнее, глубже, сочнее. Бетхоин неоднократно жаловался на несовершенство красок и слабость тона венских инструментов, из-за чего во время исполнения ему нередко приходилось форсировать звук. Люди, посещавшие Бетхоина уже в зените его славы, поражались количеству лопнувших струн в его рояле. Один из них отмечал, что струны, будучи перепутаны, придавали внутренности инструмента в вид кустарника после грозы. Бетхоин, как позже Ференслист, видел в рояле уменьшенную копию оркестра. Он придавал звучанию оркестровые краски, яркость, контрастность и разнообразие регистров и оттенков. Это еще одна из бетхоинских реформ, оказавшая влияние на будущее исполнительского искусства, на судьбу рояля, который на века стал королем всех инструментов. В 1795 году композитор дебютировал в салоне Лехновского с тремя фортепианами трио и тремя сонатами, посвященными Гайдену. Публика была потрясена темпераментом, фантазией и глубиной его исполнения. Начались публичные выступления. В этом году на благотворительной академии, посвященной вдовам и сиротам великих музыкантов, исполнив концерт Гайдена, бетхоин представил публике и свой собственный. Стремительно росла его известность. В 1796 году бетхоину рукоплескали Прага, Грезден, Берлин, венгерские Пешт и Пресбург. Постепенно за ним закрепилась слава непревзойденного импровизатора. Приведем некоторые свидетельства его друзей и учеников. Фердинанд Рис называл игру Бетховена самым замечательным из всего, что приходилось слышать. По его словам, Бетховен за инструментом вел себя просто и издержанно. Глубина и сила чувств прорывались лишь в богатой мимике. Рис отмечал, что в игре Бетховена гармонично сочетались свобода и ритмичность. Лишь изредка он ускорял движение. Особенно красивого эффекта он достигал, сочетая большое динамическое нарастание с замедлением темпа. Для его исполнения характерно было чуткое отношение к выделению в разных регистрах важных мотивов. Особое выражение, которое с трудом поддается воспроизведению. Карл Черни рассказывал, что игра Бетховена отличалась необычайной силой, характерностью, неслыханной виртуозностью и беглостью. Никто не мог сравниться с ним скорость исполнения гамм, двойных трелей, скачков. По его воспоминаниям, Бетховен облекал в своей импровизации сложнейшие формы. Например, в сонатную, разработка которой изумляла богатством тематической работы, а трудность бравурных пассажей превосходила все записанное им нотами. Среди других форм чаще использовались ронда, свободные вариации в духе финала девятой симфонии и модные во все времена попыри. Подобным образом построена фантазия для фортепиано соль минор опус 77 1810 год. Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Композитор, дирижер театра Андервин Игнац Ксавер фон Зейфрид вспоминал «Бетховен просил меня перевертывать ему страницы во время исполнения концерта с оркестром, но это было легче сказать, чем сделать. Передо мной были почти совершенно чистые листы бумаги, только кое-где было нацарапано несколько иероглифов, которые должны были служить ему указателем. Он играл всю партию наизусть, ибо она еще не была написана, что с ним случалось часто». Антон Шиндлер, первый биограф Бетховена, сравнивал его игру с речью оратора, и столь характерный в его произведениях Сфарцанда он трактовал как риторический акцент. Итак, к началу XIX века Людвиг превратился в самого модного пианиста Вены. Его концерты всегда проходили при полном зале. Самоуверенный Бетховен, обладавший выдающейся техникой и взрывным характером, просто унижал других пианистов в своей блестящей новаторской манерой игры, потрясающе экспрессивной, героической, с элементами непривычного романтизма. Бетховен иронически называл традиционную фортепианную технику танцем в воздухе. Он противопоставил ей игру легата, связанного пения, во время которого, по его словам, не должна быть слышна перемена пальцев, ибо надо играть так, будто ведут по струнам смычком. Одним из немногих, кто мог хоть как-то конкурировать с импровизирующим Бетховеном, был композитор и исполнитель Йозеф Вельфель. В 1799 году в традициях того времени в доме графа Ветцлара была устроена фортепианная дуэль, победителем в которой стал Бетховен. Среди других побежденных Даниэль Штейбельд в 1800 году в состязании салона графа Фердинанда Риса, «Чешский виртуоз Йозеф Геленек». После поединка он восхищался. «Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так играл. Он импровизировал на тему, которую я ему дал, потому что я никогда не слышал, чтобы импровизировал даже Моцарт. Он может преодолевать трудности и рисовать эффекты от фортепиано, такие, как мы не могли даже позволить себе мечтать». По словам Черни, наиболее достойным соперником Бетховена был лишь ученик Моцарта Сальери и Гайдена Иоганн Непомуг Гумель. «Игра Бетховена», — говорил Черни, — «отличалась силой, характерностью, блеском и оживленностью, но в противовес ему исполнение Гумеля давало образец высшей чистоты и четкости, интимной грации и нежности». И если даже Черни, ученик и друг Бетховена, не знал, кому отдать пальму первенства, то легко себе представить, с каким ожесточением обсуждалась игра обоих пианистов в музыкальном мире Вены. Несмотря на серьезные размолвки, Гумеля с Бетховеном связывали дружеские отношения. На отъезд Гумеля из Вены Бетховен посвятил ему канон со словами «Счастливого путешествия, дорогой Гумель! Вспоминайте иногда вашего друга Людвига ван Бетховена». В апреле 1800 года Бетховен получил право провести первую собственную академию, большой сольный концерт в Национальном придворном театре. Успех был бесспорный. Отзывы исключительно благосклонные. Критика из Лейпцигской всеобщей музыкальной газеты чуть удивила избыточное, по его мнению, употребление духовых инструментов первой симфонии. У него создалось впечатление духовой музыки, а не звучание большого симфонического оркестра. Но жизнь композитора начинает меняться. У него постепенно развивается глухота. Первые ее признаки относились еще к середине 90-х годов XVIII века, а в 1802 появилось знаменитое Геллигенштадтское завещание. Но в протяжении целого десятилетия Бетховену удавалось скрывать свою болезнь. Последний раз он концертировал в 1808 году. «Вата в ушах облегчает неприятный шум во время игры», – записал Бетховен в дневнике 1811 года. К этому времени он уже перестал выступать на концертах как солист. В 1814 году он участвовал в одном концерте, лишь как аккомпаниатор. Время от времени он играл в кругу самых близких друзей. Но по их воспоминаниям это было тяжелое зрелище. Под его пальцами клавиши нередко оставались немыми. Бетховен, не слыша себя, уже не мог регулировать силу звука. Его техника сильно сдала. Свои последние фортепианные сонаты сам он исполнить уже не мог. Последние свидетельства об игре Бетховена относятся к 1826 году. Михаил Семенович Друзкин справедливо замечает, героизация образа, декламационная выразительность, протяженность мелодий, наряду с резкой сменой и взаимодействием противостоящих контрастных моментов – таковы, очевидно, особенности пианизма Бетховена. Они полностью соответствуют стилистическим чертам его творчества. Интерпретатор и композитор предстают в единстве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Бабаде Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok и несколько песен Среди которых «Майская песня» и знаменитый «Сырок» Осенью 1807 года под названием «Трагедия» увидела свет первая часть Паузта Герта Бетховен вознамерился положить его на музыку до последних своих дней он не оставлял этой идеи это был самый дорогой его сердцу замысел осуществление которого композитор считал вершиной для себя и для искусства. Позднее он мечтал создать в Девятой симфонии картину «Воссоединение современного мира с античным», то, что Гёте пытался сделать в своем втором паусте. Был-был король когда-то, Была у него блоха, Её любил он крепко, Как милого сынка. Велил посвать портного И дал ему приказ Блохе шить панталоны И весь костюм-то час. И в шелке в бархат пышно Плохо наряжено Весь костюм в богатых лентах В петличке аргена И стала уж министром Блестит на груди звезда И вся родня её Вышла в большие господа. Искусен поголовно Весь самый высший свет Самой королеве даже От блох спасения нет Никто плохи не смеет Убитель хоть спугнуть. А мы как раз задавимся Попробуй наскоснуть. Мы ж беспощадно давимся Попробуй наскоснуть. Попробуй наскоснуть. Новое обращение к поэзе Гёта состоялось в 1850 году. Это три напева, опус 83-й, с посвящением княги Ревне Кинской. Попоение печалью, по словам Альшванга, Напоминает лучшие инструментальные адажио-композиторы. У второй песни Характерное название – томление. Вон чёрные птицы по небу летят. О, птицы, я с вами, ваш путник, ваш брат, Под нами утёсы, под нами стена. Её ли там вижу? Анна-а, это я. Вос también в сердце, Вос тюмих хранит и льдет и шраурет меня из дома и дом, Вourжь в одновременно диво и холодно полсуревы, Вос тюме я хочу идти, Вос тюме я хочу идти, Вос тюме я хочу идти, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бетховен, по его словам, исключительно из любви к поэту, работает над музыкой к трагедии Эггмант для сопрано и оркестра, опус 84. Позже Гёте признавал, что Бетховен в этом произведении с удивительной гениальностью проник в его намерения. Увертюра к Эггманту общепризненный симфонический шедевр звучит даже на викторинах в музыкальной литературе. А вот девять номеров музыки спектакля услышать уже труднее. Вашему вниманию песня «Клерхен» возлюбленный главного героя трагедии. «Я стала бы в отчизну свою защищать, пошла бы повсюду за ними во след». Уж враг отступает пред нашим полком. Какое блаженство быть храбрым бойцом! Какое блаженство быть храбрым бойцом! Быть храбрым бойцом! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Несколько последующих встреч только подтвердили мнение гениев друг о друге, как они примиримо разных людях. Не сошлись не только их политические взгляды, но и музыкальные вкусы. Гёте, привыкший к гармоничной и классической ясной музыке XVIII века, воспринял творение Бетховена как нечто чудовищное и неудобоваримое. «Бетховен?» — говорил Гёте. «К несчастью, существо совершенно необузданное. Разумеется, он прав, говоря, что мир омерзителен. Но так ведь не сделаешь мир более приятным ни для себя, ни для других. Однако его надо извинить и пожалеть. Он глухой». В дальнейшем Гёте ни в чем не проявлял неприязнь к Бетховену, но и ничего для него не сделал. Полное молчание о творении Бетховена. Ни одного упоминания о его имени. В тайне Гёте восхищался музыкой Бетховена и одновременно страшился. Она приводила его в смятение. Гёте боялся, что под ее влиянием утратит то душевное равновесие, которого он добивался ценой стольких усилий, и которое давалось ему весьма нелегко. Процитируем письмо Феликса Мендельсона, который был проездом в Веймаре в 1830 году и посетил Гёте. Сперва он и слушать не хотел о Бетховене, но ему волей-неволей пришлось уступить и выслушать первый отрывок симфонии до минор, заволновавший его необычайно. Он постарался ничем этого не обнаружить и лишь заметил «Это совсем не трогает, это только удивляет». Спустя некоторое время он добавил «Это грандиозно, противно разуму. Кажется, вот-вот дом обвалится». Сели обедать. За столом Гёте был задумчив вплоть до той минуты, когда снова разговор зашел о Бетховене. Я отлично видел, под каким сильным впечатлением он был. Разочарование Бетховена также было огромным. Он полагал увидеть царя поэтов, а увидел поэта-царей. Композитор многим говорил об этом и, не стесняясь, подсмеивался над поэтом. Своим издателем он писал. «Притворный воздух слишком нравится Гёте. Больше, чем следовало бы поэту». Стоит ли говорить о смешанных замашках виртуозов, «Если поэты обязаны быть первыми учителями нации, готовы забыть все ради этого ложного блеска». Больше композитор и поэт не встречались. Гёте предпочитал не упоминать в разговоре о своем знакомстве с Бетховеном. А Бетховен со временем забыл свое негодование и в конце жизни вспоминал великого поэта с огромным почтением и уважением. Лишь однажды больной и без средств Бетховен написал Гёте с напоминанием о своей музыке, посвященной поэту, и просьбой ходатайствовать на него перед герцогом в Веймерске. Но Гёте ничего не ответил на это послание. И все-таки именно Гёте, как никто другой, смог понять трагедию Бетховена. Он ясно увидел, что даже потери слуха не способны сломить этот великий дух и творческий гений. Гёте писал, Слух покидает его. Но, вероятно, музыкальной стороне его натуры это вредит меньше, нежели общественной. Слух покидает его. 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 Слух покидает. Слух. Слух покидает его. 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 Каково мнение великого композитора о только что услышанной опере? Бетховен ответит следующее. Ваша опера мне так понравилась, что я напишу к ней музыку. Самое удивительное, что Бетховен не шутил. Четыре увертюры и 18 вариантов арии главной героини. 11 лет работы. Три редакции. Первой редакции опере суждено было прозвучать лишь трижды. Таких поражений композитор не переживал еще никогда. С премьерой не заладилось с самого начала. Вопреки воле композитора на афишах, его опера «Леонора» называлась «Фиделио» или «Супружеская любовь». Спектакль был назначен на 30 сентября 1805 года. Но цензура наложила запрет, уловив в либретто намеки на современность. К слову сказать, так и было. Описываемые события разворачивались во время разгула якобинского террора во Франции в 1793 году. Либретист Бетховена, секретарь придворного театра Йозеф Зон Лейтнер, бросился улаживать конфликт. Через несколько дней запретил смерть. И премьеру решили приурочить к 15 октября. Дню именин императрицы Марии Терезы, благоволившей Бетховен. Но время оказалось упущено. Вскоре всем стало не до музыки. Шла война. 15 ноября в австрийскую столицу по бедным маршам вошли французские войска. А спустя несколько дней во дворце Шон Брун обосновался Наполеон. В мрачной обстановке, начавшейся оккупации 20 ноября 1805 года, в театре Андервин состоялась, наконец, премьера Леоноры Фиделлио. Немногочисленную публику составляли французские офицеры, не знавшие немецкого языка, и венские обыватели, которые в апреле того же года освистали героическую симфонию. Жалкая горстка поклонников Бетховена не могла создать даже видимость успеха. 21 и 22 ноября публики было еще меньше, и опера сошла со сцены. Отзывы в прессе носили убийственный характер. Друзья с трудом уговорили композитора переработать оперу. За переделку либретто взялся друг детства Бетховена, поэт-любитель Стефан фон Брейнинг. 29 марта 1806 года опера увидела свет во второй редакции, но состоялось лишь два спектакля. Публика приняла новый вариант с интересом, а вот владелец театра Андервин заявил, что музыка Бетховена сложна для восприятия, поэтому продажа билетов на Фиделио уступает любой опере Моцарта. Темпераментному маэстро это заявление не пришлось по душе, и он отозвал свою партитуру из театра. Только в 1814 году постановку в третьей редакции с текстом, переработанным драматургом Георгом Фридрихом Трейчке, ждал успех. В том же году эту оперу поставил в браке Вебер. Из всех моих детиш, сказал как бы композитор, это произведение стоило мне при его рождении наибольших дней, позже доставило наибольшее огорчение, и поэтому оно мне дороже всех других. Драматург Эдуард Бауренфейт записывает в своем дневнике ниже следующее мнение, письма распространенные в венских салонах в 1816 году. Моцарт и Бетховен – старые педанты. Их превозносила глупость прежней эпохи, и только Россини открыл нам, что такое мелодия. Фиделио – мерзость. Трудно понять, как это можно ходить на него. Такая скука. Михаил Иванович Глинка увидел Фиделио в 1830 году, навсегда влюбился в эту оперу, и однажды сказал Серову, «Фиделио я не применяю на все оперы Моцарта вместе». «Фиделио я не применяю на все оперы Моцарта вместе».